добрый день еще один шейп мод 3 на 3 от компании дион шинг на этот раз коробочка более старая старый логотип но это наверное новый техническая информация сама головоломка называется квадрангуляр пирамид типа тетрайдер но не совсем что-то такое открываем смотрим на вид похоже на тетрайдер конечно не в таком состоянии вроде как обычная пирамидка но грани такие выпуклые и здесь много серого много 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 но если присмотреться то есть вот центральный элемент обычный квадратный белый синий оранжевый зеленый красный расцветка наоборот ну и желтый то есть центры стандартные дальше если повернем вот так то здесь будет два таких вот шестигранных уголка грани уголка 6 от цветов 4 белый зеленый оранжевый и три раза серый и два уголка серых одноцветных но также на остальных получается что из восьми углов этаж все-таки 3 на 3 здесь четыре угла одинаковых из-за этого могут возникать более интересные псевдопаритеты также эти углы симметричные их надо может потребоваться разворачивать если присмотреться к другим собратьям из этой серии дяншинга то опять узнаваемые элементы вот такой уголок уже был ребра такие есть такой угол был то есть это все как бы конструктор одно из другого собирается здесь взяли получается вот эту вершину от пирамиды и вместо каждого уголка ее прилепили но не каждого вместо четырех то есть четыре вот таких вот острых угла и четыре вот таких какой был здесь на диамонде на уфо кубики такой же был оптимизируют свои производительные мощности но тем не менее а головоломка по сборке отличаются и я сейчас покажу что она себя представляет название конечно странные но это шейп мод 3 на 3 вращаем форма меняется не сильно не так страшно как у аксиса примеру что-то такое получается ну сборка поначалу стандартные собираем белый крест белый центр к нему бело-красные ребро здесь много серого цвета на который поначалу внимание можно не обращать бело-красные вот нашлось ставим между белым красными центрами дальше бело-зеленые так так поворачиваем бело-синие также и вот тут бело-оранжевое поставим пока на свободное место и сюда подвинем вот собрался белый крест у которого все ребра трехцветные стандартные цвета еще дополнительный серый так вот здесь все это выглядит дальше собираем уголки но один уголок уже встал на свое место он не создает целую плоскость но выглядит гармонично напротив этого уголка должен стоять такой же серый можно поискать его сверху их таких много на не одинаковые просто переход от пиф-паф и он становится сюда и на эти два места нужны шестигранные уголки с белым цветом таких должно быть немного как стандартном 3 на 3 ориентируемся на белую наклейку еще сопоставляем вот эти цвета синий красный начни отсюда отсюда можно сделать обратный пиф-паф так и еще один уголок должен быть вот он белый цвет справа сделаем один пиф-паф первая грань готова собираем теперь второй слой сюда нужно зелено-оранжевое ребро зелено-оранжевое зелено-оранжевое нет такого хотя здесь все ребра серым цветом можно по старинке то есть найти не желтые красно-зеленые разместить над своим центром и поставить на свое место ребра здесь собираются по обычному так дальше вот красно-синий появилась также собираем дальше синие-оранжевое синие-оранжевое сюда можно конечно здесь и в т.л. применять но что-то не очень удобно и вот у них четыре вида таких головоломок для каждого придумывать и в т.л. не охота было так зелено-оранжевое надо может дальше желтый крест стандартно делаем это галка кажется что все собралось но на самом деле нет собралась только форма значит проверяем ребра по местам здесь и здесь два ребра правильно эти два нужно поменять можем использовать теперь чтобы это решить все из 3 на 3 здесь работает так ребра по местам теперь надо по местам расставить углы и здесь бывает весело серые углы одинаковые поэтому нам главное расставить по местам вот эти цветные и вот этот угол стоит на месте а значит если мы поставим вот этот уголок на свое место положу серые займут какие-то места и нам будет без разницы вот сейчас если посмотреть получается два угла на месте а 2 над переставить если бы мы собирали какое-нибудь яйцо где есть подобные же ситуации то пришлось бы решать псевдо паритет путем замены вот этого уголка вот на этот ну на уфо такое тоже было два серых угла которые одинаково их можно менять местами если собрать неправильно то будут подобной ситуации но здесь по два угла на каждой грани верхней и нижней одинаковых а поэтому псевдо паритет ли решается легче вот этот угол оставляем на своем месте а этот надо переставить сюда мы делаем обычная первым так и он стал отлично а эти два как-нибудь стоят все равно красиво то есть вот эти четыре можно местами спокойно менять безболезненно вот возможно они не так должны но мы все равно разницы не видим так что перестановка углов завершена ну и часто здесь бывает псевдо паритет с разворотом одного угла эти два разворачивать не нужно и разворачивать можно только эти два но если остался один понятно что в обычном кубике такого не бывает но мы знаем что разворачиваем этот пока не развернется оставшись пиф-паф крутим на симметричном уголке начинаем здесь а здесь кстати и желтый цвет есть направлены вверх значит нужно 4 пиф-пафа уже сразу известно проверяем действительно уголок встал как надо подворачиваем любой серый и доделаем пиф-пафы до 6 1 2 того 6 не все собралось ну здесь мы видим два вида псевдо паритетов с перестановкой углов и с разворотом углов так что это наиболее интересная версия из вот этих трех у фокуп наверное сопоставим по сложности эти два поинтересней эти два попроще но этот совсем простой он как обычная трешка псевдо паритетов нет здесь псевдо паритет с разворотом на этих двух и разворот и перестановка доступны причем на этой пирамидке решается попроще то что одинаковых углов больше в общем вот такая вот серия от дианченга не сильно сложные со своими особенностями из одинаковых деталей с разными наклейками но вращать можно для коллекции пойдет если где увидите можно приобрести стоит недорого в китае сейчас все доступны а на этом все всем спасибо всем пока